МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева. Сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте. 2 марта в Янауле произошел пожар. Он лишил крова семью, проживающую на улице Островского, 19. Вместе с домом сгорели все документы и имущества жильцов. Огонь уничтожил все личные вещи, документы, сбережения и автомобиль. Не удалось спасти даже любимую кошку с котятами. После поступления сигнала о помощи на место происшествия выехала пожарная бригада. Она незамедлительно приступила к тушению огня, чтобы избежать дальнейшего его распространения. В 13.30 в пожарную часть поступило сообщение о пожаре. В городе Янаул по улице Островского, дом 19. По прибытии дежурного подразделения на месте было обнаружено, что пламенем объят жилой дом номер 19 по улице Островского. Вплотную к данному дому вновь строящийся жилой дом. Силами дежурного караула в составе трех пожарных машин пожар удалось локализовать и в данный момент происходит его ликвидация. Жертв и пострадавших нет. На месте работает дознаватель по выяснению причины пожара. 4 марта с рабочим визитом наш район посетил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Рафаэль Марданшин. Первым делом он побывал в Янаульском лицее и ознакомился с реализацией федерального проекта «Точка роста». Для детей это хорошая возможность научиться чему-то новому, получить навыки в конструировании и робототехнике. После делегация направилась на встречу с учениками старших классов. В неформальной обстановке ребята задавали гостю интересующие вопросы, они касались выбора профессий и особенностях работы депутатов. В продолжении поездки Рафаэль Марданшин направился в среднюю школу номер 4. Один из самых актуальных вопросов этой школы – ремонт кровли. Также депутат поучаствовал в уроке физкультуры и пожелал ребятам обязательно вести активный и здоровый образ жизни. В рамках встречи он также встретился с учениками и педагогами, обсудил актуальные вопросы и предложения. В завершении своего визита Рафаэль Марданшин побывал в Центральной районной больнице. Он пообщался с сотрудниками и вручил благодарственные письма медицинской сестре дневного стационара Эльмире Файзрахмановой и врачу-инфекционисту Светлане Сайфудиновой. А также поблагодарил всех сотрудников за самоотверженный труд. В целом, конечно, мне понравилось. Учебное заведение, которое удалось посетить, и лицей, который оборудован и оснащен по современным требованиям. Видно, что дети с самых начальных классов занимаются благоустроенных классах, занимаются интересными предметами робототехники, компьютерной технологии, информационной технологии. И это происходит все с использованием всех интерактивных досок, компьютеров, планшетов. И они уже с самого детства привыкают к тем вещам, к которым мы, взрослые, еще только-только приспосабливаемся. Да, и, конечно, понравился преподавательский состав, учителя. Видно, что дети их любят, дети улыбаются, им интересно учиться. И мы посетили и четвертую школу, хотя она, считается, немного требует ремонта определенного, но и то она вполне в приличном состоянии находится, и дети также полноценно обучаются. И вот эта вот поездка и посещение учебных заведений, она как раз мной была запланирована для того, чтобы понять, как после этой ситуации, многих ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, и как вообще в целом жизнь возвращается в более-менее нормальное русло. Правильно сказать, мы тоже соскучились. Мы уже долго не выезжали в районы, не встречались вот так вживую, напрямую со своими избирателями. В основном это проходило дистанционно, по телефону, и определенные неудобства, конечно, были. Другое дело, когда встречаешься с людьми вживую, когда от них получаешь уже сигнал, определенный, вот как вы говорите, наказ, да, вот со стороны директора школы четвертого было пожелание, чтобы мы как-то посодействовали в ускорении проведения ремонта в школе. Вот я со своей стороны, конечно, постараюсь подключиться к этому вопросу, переговорить и с министром образования, и свое обращение направить и в правительство, чтобы все-таки включили эту школу в приоритетное для того, чтобы выделить финансирование на ремонт и кровли, и в целом там помещение этой школы. Ну а так в целом, встречаясь и общаясь с жителями города, вижу, что люди-то в принципе видят, что несмотря на пандемию, несмотря на ограничения, жизнь не останавливается, в городе происходят изменения, изменения в лучшую сторону. Все-таки город благоустраивается, ремонтируются дороги, тротуары, благоустраиваются дворы, ремонтируются подъезды. В преддверии предстоящего праздника, да, хотел поздравить всех женщин, девушек Янаульского района, города Янаула, с Международным женским днем 8 марта, пожелать им крепкого здоровья, счастья, радости, любви, благополучия, и чтобы побольше было радостных, светлых, веселых дней в жизни. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 4 млн 301 тыс. жителей. В Башкортостане их число 29 259 человек. В России 1124 инфицированных за сутки. В регионе тем временем выявили 133 новых случаев заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала врач-эпидемиолог Гульчач Акнурулина. По состоянию на 3 марта в Янаульском районе эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией остается пока напряженной. Продолжается снижение заболеваемости. За прошедшую неделю выявлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 7 пациентов получают необходимые лечения в госпитале города Нефтекамск. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID. Обращаю внимание, что сейчас чаще болеют COVID граждане старшего возраста, неработающие и сельское население. На карантине на 14 дней под медицинским наблюдением находятся 15 контактных лиц. Касаемо вакцинации от COVID-19, в Янаульский район с декабря поступило всего 1340 доз вакцины гамм-ковид-вак, в том числе пациентам с хроническими заболеваниями, гражданам старше 60 лет, работникам предприятий и групп риска. На сегодня первым компонентом привито 1255 человек. Продолжается введение второго компонента на 21 день. 3 марта поступила очередная партия вакцины, и вакцина в наличии имеется. Поэтому рекомендуем не переболевшим привиться от новой коронавирусной инфекции. Желающим привиться необходимо записаться на вакцинацию через госуслуги или по телефону 2-10-12 и подойти в прививочный кабинет. Но пока заболеваемость в районе регистрируется, и все-таки есть риск заболеть. И поэтому рекомендуем соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции. Будьте здоровы! Женское счастье. Мероприятие с таким многообещающим названием прошло во Дворце молодежи 4 марта. В этот день для жительниц Янаульского района была подготовлена интересная программа. Мастер-классы, концерт, встречи с кондитерами, косметологами и стилистами. Подробности далее в сюжете. В этот день в фойе Дворца молодежи царило по весеннему легкое волнение и оживление. Девушки и женщины делились знаниями и идеями, как можно скрасить досуг и сделать жизнь ярче и разнообразнее. Здесь развернулись тематические площадки. Об этом негласном правиле знают, пожалуй, все девушки. Кудрявые выпрямить, прямые завить. Неожиданно для себя в этот день салон красоты посетила и Гузель Хаматова. Легкие локоны и образ закончен. Клиентка довольна и готова к выходу в свет. Я получила сообщение, мне подруга прислала, рассказала об этом мероприятии. Мне это сразу понравилось. Я вот пришла, мне сделали прическу, уже как бы настроение поднялось. А что для женщины надо, чтобы настроение было, чтобы глаза горели. Хорошо, что вот такие мероприятия в общем проводят. Для нас женщин, для мамочек это вообще большой плюс. Всего в этот день работали семь тематических площадок. Желающие могли получить консультацию психолога и нумеролога, сделать макияж или новый маникюр, пройти полезные процедуры и получить консультацию косметолога, сделать профессиональные фотографии на память. Все это приурочено к 8 марта. Вот мы хотели подарить своим вот этим мероприятиям именно женщинам радость. Для того, чтобы они отдохнули сегодня у нас на мероприятии, чтобы они ушли с хорошим настроением. И этого настроения хватило на весь год. В площадках участвуют наши предприниматели, в основном молодые. Это косметолог, визажист, парикмахер, нумеролог, вот даже у нас сегодня есть. Работает свой же штатный психолог. Мы сегодня приглашали женщин разных возрастов, разных категорий. Особенно мы сотрудничали с советами инвалидов. Хотели видеть именно эту категорию женщин. Матерей, детей инвалидов, малоимущих, многодетных женщин. И просто мамочек, просто прохожих любых женщин. Любых мы сегодня приглашали. К сожалению, наверное, не удалось набрать то количество, которое нам хотелось бы. Поэтому вновь призываю жителей нашего района приходить, посещать наши мероприятия. Потому что мы от всей души стараемся делать это для вас. Специалисты и активисты Дворца молодежи в этот день подготовили концерт. Глаз зрителя радовали яркие художественные номера. Зал встречал и провожал их бурными овациями. Аплодисментами встречали и сельских волонтеров. В этот день пять активных женщин были отмечены грамотами администрации района. Как признаются сами участницы этого вечера, он получился по-настоящему домашним, полным улыбок и тепла. Девушки смогли взять небольшой мастер-класс по украшению кондитерских изделий. Расписные прянички и пирожные стали прекрасным дополнением к чаепитию. Появление в семье малыша – большое счастье как для родителей, так и для всей семьи. Традиционно в преддверии женского дня в Янаульской центральной районной больнице проходят торжественные выписки из роддома. Маму с малышкой в этот день встречали многочисленные гости праздника. Представители медицинского учреждения, Дворца молодежи, специалисты администрации городского поселения и, конечно же, бабушка и дедушка. Малышку назвали красивым именем Зарина. Она появилась на свет 19 февраля весом чуть более 3 килограммов. В семье Фадеевых она третий ребенок. В этот день виновницы торжества мама и дочь получили не только пышные букеты цветов, а еще немало подарков. Вошло в традицию такая выписка в преддверии праздника 8 марта. Сегодня было много поздравлений. Поздравлений от коллектива Янаульской центральной районной больницы, от родителей, от отдела Дворца молодежи. Мы очень рады, что наши жители могут рожать в нашем роддоме Янаульской ЦРБ. Мы всегда рады нашим молодым мамам. Пользуясь случаем, также хочу поздравить наших дорогих женщин с наступающим праздником 8 марта. Пожелать им здоровья, удачи, успехов, семейного благополучия. В преддверии Международного женского дня в историко-краеведческом музее состоялось открытие творческой выставки очарования. В этот день были представлены работы Лилии Мулояровой, Халиды Салимовой, Гульзиан Скериной, Шагиды Ахметовой, Татьяны Фадеевой и Гузылии Габсаликовой. Каждая из них рассказала о своих увлечениях. Картины, вышитые крестиком, куклы в национальных костюмах и в стиле тильда, алмазная вышивка нашли немалый отклик в сердцах гостей праздника. Выставка собрала посетителей увлеченных и интересующихся различными видами творчества. Эта выставка проходит в рамках мероприятий, посвященных Году здоровья и активных долголетий. И, конечно же, наверное, не случайно на этой выставке выставлены работы женщин бальзаковского возраста. Надеемся, что и на улице понравится выставка, и они останутся довольными. Ждем вас на нашей выставке. Добро пожаловать в наш музей. Международный женский день – один из самых любимых праздников в России. Акция «Вам любимая», посвященная этому дню, прошла в нашем районе 4 марта. Представительница прекрасного пола ожидала немало сюрпризов, как в своих учреждениях, так и на улицах города. С наступающим 8 марта вас. О, спасибо большое. Международный женский день в Янауле стартовал за несколько дней до официальной даты. В рамках акции прошло шествие «Километр красоты». Янаульские волонтеры поздравляли женщин и девочек с весенним праздником, дарили им цветы. Поздравляем вас с 8 марта. Желаем вам счастья, здоровья и вашим близким. Спасибо большое. Всем здоровья. На центральной площади города, держась за руки, волонтеры устроили зрелищный флешмоб. Они составили цифру 8, образовали знак бесконечности, а в конце сложили большое сердце. Воспитанники патриотических клубов «Батыр», в юной армии, молодая гвардия, активные школьники района прошлись по улице города и по пути дарили проходящим женщинам цветы, сделанные руками воспитанников Дворца молодежи. Эти акции означают, насколько прекрасен этот праздник, насколько любимы наши женщины. Я думаю, что мы сегодня уделили внимание очень многим женщинам нашего района. Они создали им настроение, и многие остались довольны, конечно. Также в этот день прошла акция «Весенняя открытка». Юные армейцы поздравили девочек коррекционной школы, вручили им открытки и сладкие подарки. Всего мы поздравили 49 девчат, раздали им календарики, подарки, сладости. Открытки им сделали ребята сами. Помогали в этом сотрудники Дворца молодежи и юные армейцы. Девчонкам очень сильно все понравилось, они были радостные, веселые, громко нас встретили, смотря в окно. Уже, видимо, нас ждали. Необычно поздравить женщин решили и библиотекари нашего района. Импровизированная зимняя открытка на снегу встречала янаульцев перед въездом в город. Они нарисовали цветок и оставили памятную надпись. Одним из ярких событий спортивной жизни нашего района стал турнир боевых искусств. Более 190 воспитанников из Янаула, Нефтекамска продемонстрировали свои достижения в кикбоксинге, традиционном тхэквондо, каратэдо и смешанных единоборствах. Подробности далее. Первыми в поединках участвовали самые юные спортсмены. Постигать основы единоборства они начали недавно, но уже имеют определенные знания и соревнуются в программе Кумите. Она отражает технический и тактический арсенал борца и его физическую подготовку. В жюри оценивали количество нанесенных ударов, правильное исполнение движений, тактику ведения боя. Состязания шли параллельно на трех площадках. Помимо участия в спаррингах спортсмены демонстрировали отработку приемов. Программы, две программы. Спарринги, поединки и формальные комплексы, демонстрация техники. Возраст участников от 4 до 15 лет. Такие маленькие даже, 4-летние. Турнир проводится на трех площадках, чтобы несколько программ сразу выполнялись одновременно. И происходило награждение, чтобы не задерживать детей. Также очень рады, что приехали гости и важные лица. Да, сейчас разрешились 70% заполнения, поэтому все соскучились по соревнованиям и по возможности, кто хотел, кто мог, начали участвовать. Для ребят участие в подобных соревнованиях – это большой практический опыт. Именно в спаррингах максимально видны достижения спортсмена. Назар Караев занимается единоборствами несколько месяцев. Однако уже достиг первых успехов. Признается, что бой дался нелегко. Конкуренция была на высоком уровне. Я хотел выиграть и думал, мне не повезет. На поезда те, с кем я стоял, были мощные. Я с ними стоял. Я проигрывал. В этот раз как-то удалось победить. В этот день каждый из участников вынес для себя новый опыт. Большинство ребят посвятили боевым искусствам несколько лет своей жизни. Имеют различные пояса и мечтают получить черный. Я занимаюсь 5 лет. Получается 9 лет. Я из города Нефтекамск. Этот спорт мне понравился с детства. И он мне больше всего подходит. Я чувствую это. У себя хорошо. Он мне по душе. Мне больше всего нравится спарринг, чем тулик. Поинт-стоп на касание. Потому что я хорошо двигаюсь. Все приходит с опытом. И надо заниматься, чтобы достичь большего. У меня пока все хорошо получается. Потому что я долго занимаюсь. Как отмечают организаторы соревнований, с каждым годом популярность боевых искусств в нашем районе растет. Завершился турнир награждением победителей дипломами и памятными призами. Каждого в своей возрастной категории. Гуляра Сиддикова, Айас Хабибуллин. Служба новостей и наушского телевидения. И это, пожалуй, все главные события уходящей недели. В преддверии самого нежного, светлого и прекрасного дня в году наша телекомпания поздравляет всех телезрительниц с 8 марта. Дорогие милые дамы, самые очаровательные и непредсказуемые создания. Поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам чудесных дней, наполненных радостными событиями, красивыми словами, любовью и теплом. Пусть ваши желания исполняются все чаще, близкие, окружают вас нежностью, заботой и безграничным вниманием. А я прощаюсь с вами. Встретимся сразу после выходных. Седьмого марта ожидается перемена облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 18, минус 20, днем минус 10, минус 12 градусов. По данным ЧАЭС, в республике ожидается облачная погода с прояснением небольшой снег, местами до умеренного, ночью до сильного. На дорогах снежный накат гололедится, по юго-востоку снежные заносы. Ветер юго-западный 7,12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 16, минус 21, днем минус 6, минус 11 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok Цены действительны по 8 марта 2021 года. Подробности у продавцов. Подарков много не бывает. Каждое второе украшение в подарок. Во всех салонах ювелир-центр. 8 марта открытие нового магазина «Галактика одежды и обуви». Носки от 20 рублей, футболки от 140, платье от 1000 рублей, ботинки женские весна от 999 рублей, куртки на весенний сезон от 1200, 8 марта скидка 8% на все, скидочная карта в подарок. Янаул, улица Азина, 7Б, здание «Пятерочки». Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегиничную внешность – основные требования к претенденту. Субтитры добавил DimaTorzok Неисправная электропроводка – одна из основных причин пожара. Неправильная эксплуатация печей – одна из основных причин пожара. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok